В эфире новости экономики на Якутии 24 в студии Ниргуяна Иванова. В ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Сегодня в Мирном проходит традиционный хозяйственный актив Алроса. На заседании акционерной компании участвует руководитель региона Егор Борисов. Он подчеркнул, что с учетом того, что республика Саха-Якутия является основным акционером компании Алроса, она поддерживает стратегические решения, направленные на развитие и улучшение финансово-хозяйственной деятельности компании. Кроме того, он напомнил, что на принципах сотрудничества республика поддерживает реализацию программы отчуждения непрофильных активов группы Алроса. В итоге в республиканскую собственность приняты имущественные комплексы в различных населенных пунктах республики. Жилищный фонд передан муниципальную собственность. В этой связи Егор Борисов призвал искать лучшие решения для повышения эффективности работы, не бояться реструктуризации и реформирования. «Надо постоянно находиться в поиске резервов и новых возможностей», – подчеркнул Егор Борисов и выразил благодарность всему трудовому коллективу Алроса за вклад в социально-экономическое развитие республики, принятие мудрых и правильных решений. Отмечу, что компания Алроса, являясь крупным и надежным налогоплательщиком, остается самой значимой компанией для социально-экономического развития республики. На сегодняшний день налоговые платежи предприятий группы Алроса составляют 40% всех налоговых доходов консолидированного бюджета региона. Компания Алроса досрочно погасила банковский кредит в размере 250 млн долларов, а также часть банковского кредита в размере 200 млн долларов, привлеченные у Росбанка и Райфайзенбанка в декабре 2017 года. Вследствие этого долг Алроса снижен более чем на 27%. Погашение банковских кредитов было осуществлено за счет денежных средств, полученных в результате проведенного в феврале 2018 года аукциона по продаже газовых активов Алроса. Валовой региональный продукт Якутии в ближайшие годы превысит триллион рублей. Такой прогноз озвучил первый заместитель председателя правительства, министр экономики Якутии Михаил Осипов. По итогам 2017 года объем валового регионального продукта республики перешел отметку 800 млрд рублей. Пять лет назад он находился на уровне 650 млрд рублей. Михаил Осипов отметил, что положительная динамика сохранится. Триллион рублей является задачей ближайших двух лет. Это рабочие места, стабильная заработная плата, стабильное развитие промышленности, стабильное поступление налогов, которое обеспечит стабильный бюджет и реализацию всех наших планов, сказал он. Строительство второй очереди Якутской ГРЭС-2 будет идти быстрее. Об этом также сказал Михаил Осипов. Он сказал, что несмотря на то, что объект сам по себе является сложным, строительство первой очереди шло пять лет, уже наработан опыт, подрядчики имеются и известны условия строительства. Я думаю, мы станем свидетелями того, что в ближайшие несколько лет вторая очередь будет построена и будет стабильно обеспечивать потребность экономики нашей республики, отметил он. Напомню, что вопрос строительства второй очереди Якутской ГРЭС-2 является одним из необходимых, условий для стабильного развития экономики региона. По данному вопросу есть положительное решение председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Им даны конкретные поручения изыскать источники финансирования данного объекта. В целом для экономики Якутии 2017 год выдался удачным. Сохранились все макроэкономические показатели республики. Первый заместитель председателя правительства, министр экономики Якутии отметил сохранение роста промышленного производства. Выросла добыча нефти, угля, алмазов. Успешные результаты показала золотодобыча. Говоря о планах на 2018 год, в Якутии планируют ввести более 60 социальных объектов. В прошлом году их было 54. Также планируется дальнейшее повышение оплаты труда, рост производительности труда. Правительство намерено реализовать серьезную программу трудоустройства населения. Начались работы по переобучению кадров, по повышению квалификации специалистов и практическая работа с недропользователями и промышленными предприятиями, что, конечно, обеспечит дальнейшее снижение напряженности на рынке труда. На Дальнем Востоке в 2017 году зафиксирован беспрецедентный рост объема инвестиций в основной капитал. Об этом сообщил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Инвестиции выросли более чем на 17%. При этом из 17% рост более половины составили инвестиции резидентов территорий, опережающего развитие и свободного порта, в том числе и иностранные. Отмечу, что 26% всех иностранных инвестиций, пришедших в Россию, направлено в Дальневосточный регион. Объемы строительства в Дальневосточном макрорегионе выросли на 9,2%. Промышленное производство выросло на 2,2%. Рост сельского хозяйства составил 8,2%. Госкомпании вложат в развитие Дальнего Востока более 2,5 триллионов рублей. Полномочия Минвостокразвития увеличены в рамках порядка согласования инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых государственными корпорациями, государственными компаниями и иными организациями с государственным участием. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Госкомпании должны согласовывать с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока все свои документы стратегического планирования в соответствии с тем, как это закон о стратегическом планировании определяет. Утвержденный порядок позволит Минвостокразвития России, например, работая с компанией «Российские железные дороги», уделять внимание не только инвестиционной программе, но и размерам тарифов при перевозках на Дальнем Востоке. А взаимодействие с компанией «Аэрофлот» работает над тем, чтобы плоский тариф был в как можно большем количестве дальневосточных регионов. А с агентством ипотечного жилищного кредитования формировать для Дальнего Востока льготную ипотеку. Об этом сказал Александр Галушка. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке при поддержке Минвостокразвития объявляет конкурс идей и проектов дальневосточного гектара. Конкурс будет международным, в нем могут посоревноваться запресс как граждане России, так и участники государственной программы по содействию добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников. Нынешний курс рубля является стабильным как никогда. О перспективах российской национальной валюты сказал министр финансов России Антон Силуанов. По словам главы финансового ведомства, основные покупки и основной прирост золотовалютных резервов осуществляется благодаря тому, что Минфин покупает на нефтегазовые доходы американские доллары и другую валюту. Министерство и дальше намерено продолжать закупать валюту. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.